Блендер 2.91 и в этом ролике вот хотелось бы попробовать чтобы балта побежал давайте бег рассмотрим потом еще там много будет еще варианты походок и вот несколько таких роликов будет наверно 5 возможно 6 по вот этому персонажу по движению вот этих животных собаку в частности и так погнали опять все то же самое таймлайн кости персонаж все привязано по прошлым роликам кто не посмотрел посмотрите пожалуйста чтобы быть в курсе как все это дело делается и опять нам понадобится 1 5 10 кадр тут в чем проблема у меня сейчас именно покадровка на 7 кадров всего лишь и получается у меня есть 5 1 5 и 7 если мы делаем 1 5 7 то посмотрим сейчас что получится и заходим в пост мод пост моде нам нужно по прошлым роликом выбрать inverse kinematic и отключить вот эту арматуру которая была привязана именно костям вот этим который на который нужно следить вот так теперь мы сможем водить ногами английская а выбираем персонажа мы его чуть-чуть так сказать вот поднимаем вот так где-то теперь выбираем левую заднюю ногу и перекручиваем ее так пардонте нам ее перекручивать не надо мы ее просто джи и вот так вот вытягиваем чтобы угол был вот эту заднюю ногу мы теперь подставляем вот сюда и вот здесь вот вопрос нам нужно именно согнуть вот этот таз вы видите что косточка стоит здесь тазовая и попробуем его как-то я не знаю но если вот так мы его согнем английская а р чуть-чуть перекрутим вроде задница подсогнулась но не суть вопроса да попробуем теперь выбрать заднюю кость тогда нет прямых линий у лап тоже печально вот задницы нужно тоже поработать чтобы она сгибалась значит здесь нужно наверно добавлять больше костей на позвонок или просто скульпте изменить вот эту вот задницу сделать чуть-чуть обкатай полу как сказать полукругом они острые но не суть вопроса нам нужен бег теперь что нам нужно нам нужно нужно вот эту вот лапу заднюю правую переднюю тройка нам паде вывести g вот сюда и здесь вот там и уже перекручиваем вот эту лапу и уводим ее как бы в бок теперь нам нужно тазовую кость увести наверно как-то вот так перекрутить шею поднятие вверх и вот этой косточкой другой доработать чтобы голова вот изгиб шея приняла так теперь вот эту косточку выбираем лапу левую переднюю мы ее значит вот так вот g и r тоже перекручиваем и подставляем где-то вот сюда так нужно чуть-чуть повыше смотрим что мы тут напутали ну в принципе нормально но можно наверное чуть-чуть вот эту вперед и вот эту правую переднюю лапу g чуть-чуть как бы ну так натяг так если эту g мы уже трогать не можем задницы мы тоже работать не можем получается словом вот такая поза при этом при этой анатомии так и нам нужно этот хвост тоже вот так вот раз и вот этот хвост вот так вот подсогнуть а и о крот это у нас получается первый кадр теперь нам нужно прописать 5 кадр и посмотрим нужно ли будет прописывать вот эти все остальные кадры хотя бы но третий теперь на пятом кадре нам нужно вот эту лапу значит повыше вот сюда отвести перекрутите стопу это получается у нас правая лапа задняя теперь значит g тройка на нампаде р так это у нас левая задняя лапа так переднюю лапу так переднюю лапу rg мы ставим вперед вот сюда а правую тройка на нампаде g уводим вперед и нагибаем ее р теперь у нас что происходит шею вот запоминайте где какие кости вы двигали шею мы опускаем вниз вот таким вот образом и теперь английская а нам нужно р чуть-чуть персонажа вот так и ровно опустить чтобы вот этот угол был вниз задница как бы уходила и вот эти лапы прям на вытянутую его теперь работаем с хвостом р хвост вытягиваем р перекручиваем и как бы наверное его выпрямляем вот так вдоль ноги а и лок рот смотрим что получилось а получилось не очень так вы видите так давайте по покадровке седьмой кадр прописываем а потом уже наверное будем что-то экспериментировать растягивать на сколько-то секунд на седьмом кадре g уводим эту лапу вот сюда это лапа g r принимает вот такой вот такую позу это голова остается также и вот это лапа g опускается к этой лапе не знаю что это получится мы будем смотреть а и лок рот ставим пока 7 кадров и смотрим play включаем ну вот вы видите что персонаж то бежит до вот три кадра это класс уже у нас движение но где-то потерялся один кадр его надо найти получается у нас полюбасу 4 кадра должно быть если мы сейчас третий ставим я сейчас сверюсь с покадровкой если совпал это третий мы его прописываем и посмотрим что будет вот третий у нас не совпадает но бег нормальный я сейчас файл этот сохраню файл сейф ас пишу собака бег сохраняем и получается что теперь у нас вот эти лапы на третьем кадре должны стоять по-другому английская так ладно сейчас фиксируем лапы перекручим их в нормальную позу выбираем сначала значит эту поднимем чтоб не мешалось главное не сбить персонажа вот с этой оси теперь значит задняя левая лапа g уходит вот сюда ближе к пивоту к центру даже пардонте вот у так она уходит подальше от центра так а правая лапа еще дальше уходит вот так тоже перекручиваем g ставим чтобы вот этот напряг был примечаем где стоит первая лапа она тут это левая задняя она вот здесь и должна стоять это на полтора квадрата вот этого деления английская а делаем r и поднимаем корпус так это все вот так оставляем поправляем g заднюю лапу и потом посмотрим где должен быть хвост и вот эти лапы в принципе правильная постановка у них это значит r левая правая вот здесь а правая передняя вот так и r вот так g как-то вот сюда уходит ну вот эту голову r можно опустить чуть-чуть хвост вот наверное чуть-чуть должен как бы выпрямляться вот так вот вот так его пока оставим а и лок рот отключаем кости и смотрим что получилось теперь у нас вот вы видите что одна лапа как бы подтормаживает почему давайте разбираться смотрим отключаем кости если задняя у нас вы видите правая задняя она как-то еще сгибается двигается то левая задняя у нас в принципе она постоянно ровная значит должен быть где-то кадр который сделает вот тут этой левой задней ноги более плавное движение ну наверное это будет четвертый кадр и проверяем значит вот этот четвертый кадр g правильно лапа должна быть вот здесь а это так и остается так вот это даже больше вытягивается ровнее делает вдоль хвоста теперь значит g персонаж должен как бы подняться вот это лапа g должна еще прямее быть вот так это так и остается это лапа попала ну и голова попала и хвост значит пишем а и лок рот вот отключаем кости включаем пробел ну вот бег то есть хвост трясется все вроде нормально передние перебираются ну задние счет наверное все придется прописывать проверяем второй кадр а потом расширим и найдем наши первые пятые потом десятый пятнадцатый и поставим как раз посекундно этот кадр совпадает почему разница такая в движении сейчас будем разбираться и так вот здесь вот давайте попробуем на втором кадре вот эту ногу дальше отвести так мне эту кость ctrl z вот эту ногу g уводим дальше хвост движется чуть чуть за ногой это все нормально но на пол мы ее не ставим мы ее выбираем и поднимаем выше вот эти лапы тоже попали пишем а и локрот смотрим как теперь изменится наша анимация намедленно делаем прогон все нога вот это толкает все правильно она толкает почему она такие движения делает потому что на нее идет упор и она толкает этого персонажа так шестой кадр проверяем и потом расширяем смотрим что у нас получится добавляем еще промежуточные кадры чтоб анимация стала помягче я думаю такой вариант в принципе и шестой кадр попал все правильно ну можно лапу еще вот эту сюда чуть чуть ну а это в принципе так и должна быть анимация пишем а и локрот проверяем анимацию смотрим бежит он быстро движение ноги почти вот это незаметно в отличии вот от этих ног значит что делаем опять же я сохраню пока этот именно вот эту покадровку это значит save us и добавлю еще номер чтоб потом поэкспериментировать выводим вот этот вот ползунок на единичку и нам понадобится значит вот это все он делает раз за секунду control t напоминаю сочетание клавиш получается у нас вот это выходит control t секунда вот аж где вот она и попробуем растянуть сначала так control z нажмем s английскую и тянем на секунду или меньше поставим и теперь control t 24 кадра правильно 24 кадра у нас секунда ставим на 24 кадра теперь у нас получается что правильно второй кадр попадает на пятый значит на девятый попадает у нас третий кадр и так далее четвертый вот 7 кадров у нас выходит на 24 секунды проверяем как он теперь будет бежать вы видите слишком медленно правильно ну мягко уже стал более-менее получается первый есть пятый есть экспериментируем это эксперимент девятый мы G переводим на десятый так не получается так у нас ctrl z стыковки нету это у нас тринадцатый передвинуть на пятнадцатый шестнадцатый мы передвигаем на двадцатый и двадцатый мы ставим на двадцать четвертый и тогда у нас двадцать четвертый уходит аж на тридцатый кадр попробуем выделить английское а все эти кадры поставить на ползунок на первый и уменьшить уменьшить пробег в секундах ускорить его s английское и ставим допустим ну давайте 17 кадров поставим 17 кадров enter и смоем как теперь бег вы видите теперь задница у нас тормозит вот это уже есть нехорошо у нас теперь четвертый седьмой кадр это уже нужно тут корректировать но темп в принципе нормальный если сейчас мы значит так первый четвертый у нас идет тормоз на поймать где у нас выходит тормоз вот он у нас выходит здесь перебив вот значит а значит что так это десятый кадр а значит мы все возвращаем ctrl z ctrl z на 24 кадра и делаем так как я вот и хотел g так четвертый ставим а пятый оставляем седьмой а девятый кадр на десятый теперь вот это все пока g передвинем дальше получается теперь это у нас тринадцатый кадр уходит на пятнадцатый так этот кадр выходит на двадцатый этот уходит на двадцать пятый он попал а этот уходит на тридцатый ставим тридцать кадров в секунду в секунду и включаем play и вот опять у нас идет вот этот перебив значит нам нужно оставить двадцать пять кадров двадцать пять кадров и тридцатый кадр пробуем delete keyframe удалить ставим сейчас двадцать пять enter и включаем play ноги движутся но получается что двадцать кадров это у нас получается и двадцать пятый мы должны delete keyframe ставим двадцать кадров двадцать смотрим что у нас с пятнадцатым кадром так это вот он и теперь мы первый кадр shift D копируем давайте на двадцать первый ставим двадцать один кадр вот у нас теперь толчок неинтересный тут выходит если мы сейчас этот кадр отведем допустим G на двадцать четвертый поставим двадцать четыре кадра все равно все равно у нас вот уже не тот получается бег теперь все эти кадры попробуем S уменьшить и поставить их на четырнадцать кадров а сейчас она была на двенадцать ну вот уже получился другой бег задние лапы меньше делают амплитуды вот такая штукенца ну и передние подтормаживают вот это тоже не есть хорошо пробуем удалить если мы удаляем вот эти два кадра delete keyframe а первый копируем FD на четырнадцатый смотрим что получилось G переводим на двенадцатый получается годня стопор это вариант не есть хорошо открываем последнее сохранение семь кадров на семи кадрах он бежит слишком быстро вот что такая штукенка значит пробуем семь значит умножаем на два ставим сколько четырнадцать да ставим четырнадцать кадров четырнадцать кадров идет у нас какой-то стопор вот вот эти кадры дают этот перебив значит четырнадцатый удаляем delete keyframe а на четырнадцатый попробуем первый shift D перетащить пробуем вот уже нормально уже уже да единственное в чем еще может быть загвоздка в том что лапы вот эти лапы вот длинная вот эта штукенция локоть высоко стоит его бы ниже сюда перетянуть и можно было бы лучше сгибать и был бы мягче вот этот поворот лап но только что в этом дело ну а так гляньте он бежит нормально смотрим в высшую точку это получается значит пятый десятый нам нужны именно вот эти вот поймать как их блокинг я его не могу сейчас поймать почему-то так если это пятый есть первый есть получается пятый пятый должен быть у нас шестой ну по-хорошему десятый кадр у нас должен быть девятый давайте поэкспериментируем значит G девятый на десятый это у нас G так ctrl z значит получается это уже будет промежуточный это у нас десятый высшая точка двенадцатый и четырнадцатый у нас идет первый кадр значит получается у нас так пятый вот этого кадра у нас так ну-ка смотрим что получилось ну вот уже помягче нам нужно теперь попробовать седьмой перетащить на восьмой поближе к десятому во еще мягче получается бег теперь получается что во и лапа начала работать если мы выбираем теперь пятый перетаскиваем его G так ctrl z мышка подтуплят G перетянем его на шестой смотрим что получилось еще лучше получается значит так шестой мы отправляем на седьмой это получается у нас третий четвертый пятый получается у нас вот он стыковочный на земле а и локрот получается правильно первое касание пятый касание лапы вверху теперь получается десятый у нас идет выпрямление двенадцатый у нас идет к первому вот это вот переходный если мы сейчас двенадцатый delete keyframe удалим вот у нас теряется вот эта амплитуда ctrl z и попробуем что сделать мы теперь добавляем кадры ставим 15 кадров значит 15 кадров и 14 перетаскиваем на 15 а 12 перетаскиваем на 13 здесь у нас начинается притупление значит 16 пробуем оттянуть к 14 вот уже пошел гемор так пробуем 10 g перетянуть на 12 8 перетаскиваем на 10 7 перетаскиваем на 8 5 на 6 этот оставляем смотрим но это если вот он бежит как бы расслабленно то в принципе вот такая покадровка еще пойдет сейчас добавить кадры и он будет помягче бежать а помягче он начнет бежать вот с этого кадра значит g мы его подставляем к первому поближе нет пардонте значит мы подставляем к четвертому вот и тут идет уже замедление бега о здесь уже он бежит вот таким вот образом ну как вариант раскадровки так теперь если 12 подставим ближе сюда восьмой подставим ближе к шестому 10 оставляем так 10 g чуть подальше нет тогда 10 поближе на 9 вот так вот уже получается совсем другой бег чуть-чуть подтормаживает почему потому что нужно вот эти кадры тоже перетянуть вот так вот 12 g уводим сюда по поживее пошел и вот таким вот образом нужно экспериментировать так это значит же сюда этот на 8 а уже что-то этот на 10 и вот получается уже более-менее так такой спокойный бег вот такая штукенция так теперь что нам нужно сделать она нужно оставляем 5 10 это понятно еще что давайте вернемся назад значит кости бег и пробуем значит тот первый кадр вот на первом кадре исправим постановку лап как и в прошлый раз выбираем вот эту лапу и выбираем решить вот эту лапу мы их джи вытягиваем вперед ну к центру поближе а вот этот даже нет не так control z но в принципе да control z тут делаем вот так а вот эту тазовую кость вот эту тазовую кость опять же чтоб равней с помощью мог уводим весь упор на те лапы которые находятся на земле прописываем а и лок рот второй кадр да гемор конечно но все таки так второй кадр мы тоже выбираем тазовую кость уводим ее на заднюю лапу а вот эти передние левые левую заднюю вот так уводим и лок рот ну и так дальше вот здесь вообще задние лапы стоят упор что мы должны сделать мы должны переднюю лапу которая сейчас будет опускаться на землю вот эту переднюю левую увести к центру и увести к центру вот эту лапу здесь он считай выравнивает корпус а и лок рот следом четвертый кадр вы видите что нам понадобится вот эту лапу вот эту лапу поставить тоже ближе к центру и эту лапу тоже ближе к центру вот так вот ну а здесь он вытягивается здесь правильно и упор идет как бы вот наверное на заднюю вот эту лапу опора так а и лок рот смотрим вообще что получается чтобы потом не переделывать вот это уже у него нормально мы дописываем так 4 прописан вот вот этот вы видите как лапы расставлены так не будем делать это значит g подставляем сюда а эту g подставляем сюда и корпус уже ровно выравнивается здесь мы его уже не перекручиваем ну в принципе давайте попробуем так перекрутим вот подведем вот к этой лапе а и окрот вот к левой передней на нее теперь упор идет вот на эту лапу и теперь шестой кадр то же самое повторяем так выбираем лапу и вот эту лапу выбираем и упор опять же на переднюю левую чуть-чуть а и лок рот ну и этот кадр тоже уже лапу расставим теперь вот эту лапу и эту тоже к центру подтягиваем а эти все на весу находится так что они нам пока не понадобится эту чуть-чуть сюда центру а это чуть-чуть сюда вперед и упор теперь идет как бы вот в эту сторону к этой лапе а и лок рот отключаем смотрим ну вот он бежит все нормально теперь мы делаем с и растягиваем так 13 кадр до ставим 13 кадров пробел 11 теперь так и какие мы удаляли значит здесь у нас вот он перебив идет это значит вот он два кадра теперь у нас идет перебив мы их удаляем дэлит кейфрейм и первый кадр шив д подставляем на 10 в 11 и оставляем пустым чтобы чуть-чуть была задержка если сейчас мы поставим 10 кадров в принципе вот нормально два первый и последний это вот они одинаковые ну вот в принципе нормально теперь мы прописываем вот эти все кадры и смотрим что получится а и лок рот сейчас у нас появится и седьмой и восьмой просто будем ориентир держать допустим четвертый это получается первый третий шестой седьмой восьмой девятый вот тут эти кадры нам надо будет держать а и лок рот а и лок рот а и лок рот и здесь тоже самое а и лок рот теперь получается у нас первый третий шестой ну девятый вот это у нас ну и девятый и десятый это у нас будут основные вот эти кадры так это значит тройка на лопаде вот они или допустим если брать четвертый где касание тогда берем восьмой касание и у нас должна получится анимация чисто на первом четвертом восьмом и десятом кадре это получается раз два три четыре кадра у нас так и выходит вот для походки четыре кадра для бега четыре кадра и все нормально я оставлю вам именно вот эти кадры сейчас покажу как это все будет вылить их выложу ну вот тут это нормальный бег о вот этот да я его тель сохраняю предыдущими не нужен и опять эксперимент выделяем вот эти кадры через shift 4 8 оставляем так 9 удаляем и получается жмем делит дел делит кейфрейм вот у нас нормальная анимация даже без этих кадров но с этими кадры кадрами ctrl z он у нас мягче движется вот и дергается он почему потому что вот это фона нет если сейчас мы сделаем shift а так пардонте ничем кости зайдем обжиг ног нажмем shift а добавим мы добавим плана плану сделаем английскую с так единицы нам party все это дело теперь перекрутим английская и подставим его подальше вот так тройка на нам party вот он на белом фоне отключаем кости отключаем всю эту штукатурку и вы видите что на белом фоне он уже бежит нормально если сзади рисунок поставить то будет вообще тоже классно но вся фишка почему у него такой бег почему у него такой бег это строение его вот этого сейчас я план отключу строение его костей вот эта часть вы видите ниже а эта часть выше вот тут это сейчас получается если мы подправим включим косточки выберем косточки зайдем в пост мод получается вот эту часть вот эту часть нам нужно перекрутить пониже почему-то что идет излом от этой лапы видите эти нормальные а это перелом делает значит что нам нужно или g чуть-чуть ее опустить вот так на седьмом кадре сделать а и блок рот смотрим что получается вот все равно не подправился значит control z control так control z и пробуем g вот лапу подправить тогда на восьмом она касается и на седьмом она должна находиться тогда пусть чуть чуть повыше вот так а и лок рот теперь должно это помочь да вот это теперь помогает подправим еще посмотрим где какие лапы у нас попереломались вот на шестом такая же песня видите излом лапы идет мы ее просто приподнимем чуть-чуть повыше чтобы локоть появился и перепропишем а и лок рот вот теперь мягче бежит потому что появились локти и какое-то движение конечно еще нужно корректировки ну вот такая покадровка на 7 кадров если растягивать то получается вот такая штука есть на 8 кадров он совсем по-другому бежит на родные у него 7 кадров там вообще все быстро здесь все растянуто ну такая анимация вот такие пробы все всем пока до свидания а